Наука и образование 18 век стал временем становления российской науки. Осенью 1724 года Пётр I подписал указ о создании Академии наук. Её открытие состоялось уже после смерти императора в 1725 году. В составе Академии действовала обсерватория, физическая и химическая лаборатории, музей, библиотека, типография, ботанический сад. В Академии работали выдающиеся зарубежные учёные, математик Леонард Эйлер, историк Герхард Миллер. Императорская Академия наук изначально была не только научным, но и учебным заведением. При ней действовал Академический университет, ставший центром подготовки первых отечественных научных кадров. В её стенах проходил обучение крупнейший русский учёный XVIII века Михаил Васильевич Ломоносов. Михаил Васильевич Ломоносов родился в крестьянской семье Архангельского помора. С детства помогал отцу в рыбном промысле, в дальних морских плаваниях доходил с ним до Шпицбергена. Научившись читать, Ломоносов самостоятельно освоил арифметику Леонтия Магнитского и грамматику Милетия Смотрицкого. В 1730 году Ломоносов ушёл с рыбным обозом в Москву. Поступил в славяно-греко-латинскую академию, где пять лет изучал науки и иностранные языки. Как один из лучших студентов, был направлен на учёбу в Германию. Здесь Ломоносов постигал химию, физику, механику и горное дело, после чего вернулся в Петербург. В 1745 году он стал академиком по отделению химии. Однако круг его научных интересов был значительно шире. С его именем связаны открытия практически во всех сферах — физики, астрономии, геологии, механики. Его труды обогатили русскую историю, словесность, поэзию, искусство мозаики. Он сформулировал закон сохранения материи и движения, изучал явления атмосферного электричества, а в 1761 году доказал, что на Венере нет атмосферы, сделал вывод о том, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан. Придавая огромное значение просвещению народа, Ломоносов выступил инициатором создания Московского университета. Вот так оценил его деятельность великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ломоносов обнял все отрасли просвещения — историк, риттер, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец. Он все испытал и все проник. Естественные науки Постепенно шло накопление новых знаний в ботанике и зоологии. Мартин Ильич Шейн в 1744 году издал первый русский анатомический атлас. В 1756 году заводчики Демидовы основали ботанический сад. В конце века в обеих столицах были открыты первые медико-хирургические академии. В 1745 году был издан атлас Российской империи. Это было событие мирового значения, так как до этого подобный атлас имела только Франция. В геологии были накоплены богатые материалы о месторождениях угля, руд, нефти, минералов и горных пород. В конце века уже появляются первые геологические карты различных регионов. Астрономия была представлена в эти годы именами крупнейших ученых — Эйлера и Ломоносова. Они продолжали наблюдения за звездным небом, начатые еще в начале века Яковом Брюсом. В России была создана целая сеть обсерваторий. В конце века их насчитывалось около 70. Выдающиеся открытия Ломоносовым были сделаны и в области физики. Совместно с Даниилом Бернули он создал кинетическую теорию газов. Если Ломоносов работал в области химии в основном над теоретическими вопросами, то его последователи занимались в большей степени практическими вопросами. были созданы первые химические лаборатории для создания красителей, клеев и фильтров. Гуманитарные науки Достижения исторической мысли были связаны с именами Михаила Васильевича Ломоносова, Василия Никитича Татищева и Михаила Михайловича Щербатова. Написанный Ломоносовым краткий российский летописец стал основным учебником истории. История российская Татищева – первый опыт истории нашей страны с научной точки зрения. В области филологии крупнейшим событием явилось открытие в 1783 году Российской академии – научного центра для изучения русского языка и литературы. Новую академию возглавила княгиня Екатерина Романовна Дашкова. С помощью данной академии произошло утверждение нового литературного языка, в основу которого был положен принцип «писать, как говорят» и «говорить, как пишут». Академические экспедиции В начале века Петром I в поисках пути в Индию была послана экспедиция, изучавшая восточное побережье Каспия, земли Хивы и Бухары. Одним из важнейших направлений развития науки в XVIII веке стала организация академических экспедиций для изучения новых территорий. В период с 1719 по 1721 годы была составлена подробная карта Камчатки и Курильских островов. С 1725 по 1730 годы капитан-командор российского флота Витус Беринг в ходе Камчатской экспедиции доказал существование пролива между Азией и Америкой. В ходе второй Камчатской экспедиции была исследована часть Аляски и открыт ряд Алиутских островов. Открытые русскими первопроходцами земли Америки отошли к России, началось их освоение. Участники второй экспедиции разделили Сибирь на восточную и западную. Степан Петрович Крашенинников в 1756 году опубликовал описание земли Камчатки. Масштабы и итоги экспедиции были настолько значимы, что в 1793 году был учреждён специальный географический департамент. Выдающиеся техники и изобретатели. XVIII век стал эпохой прорыва в научно-технической мысли России. Андрей Константинович Нартов усовершенствовал токарный станок и создал скорострельную батарею из 44 мартир. Михаил Васильевич Ломоносов создал в 1745 году первую в мире действующую модель вертолёта. Братья Моторины отлили царь колокол. Выдающийся механик Иван Иванович Ползунов в 1763 году разработал проект парового двигателя, а в 1765 году создал для заводских нужд первую паровую машину. Казьма Дмитриевич Фролов сконструировал уникальную установку в виде системы водяных колёс, с помощью которых производилась откачка воды и подача руды из шахты. Родион Глинков построил грибнечесальную машину, заменявшую труд 30 человек. Одним из крупнейших изобретателей XVIII века был механик-самоучка Иван Петрович Кулибин. В период с 1773 по 1775 годы он создал микроскоп, разработал проект и создал модель одноарочного моста через Неву пролётом 298 метров, создал прототип прожектора, изобрёл семафорный телеграф, создал уникальные дворцовые часы и дворцовый лифт для императрицы. Гавриил Романович Державин назвал его «Архимедом наших дней». К сожалению, изобретения русских умельцев не внедрялись в массовое производство. Крупнейшим событием в истории отечественного просвещения стало открытие в 1755 году Московского университета. Обучение велось на русском языке. В начале в университете было всего три факультета — юридический, философский и медицинский. При нём были созданы первые российские научные общества, выпускалась газета «Московские ведомости». Основной формой обучения низших слоёв населения продолжали оставаться ведомственные или частные школы элементарного обучения, так называемые «школы грамоты». Новым явлением стало зарождение общеобразовательной школы. При Московском университете были открыты две гимназии для детей-дворян и разночинцев. Чуть позже была открыта гимназия в Казани. Закрытые учебные заведения — сухопутный шляхетский корпус, морской шляхетский корпус, пажеский корпус, Смольный институт благородных девиц — были открыты для детей-дворян. Дети купцов могли получить образование в коммерческих училищах. Появились и первые профессионально-художественные училища — танцевальная школа в Петербурге, балетная школа в Москве. В 1757 году была открыта Академия художеств. В целом образование оставалось доступным очень незначительной части общества, большая часть населения Российской империи оставалась неграмотной.